Здравствуйте! На канале Россия Вести с вами Ольга Мещерякова. Главное сегодня. В эти минуты единый госэкзамен сдают в Москве. Выпускников 50 тысяч. И вот такое новшество в столичных школах. Справиться со стрессом помогают психологи. Они дежурят во всех пунктах сдачи ЕГЭ. 70% старшеклассников в этом году выбрали профильный экзамен по математике. Больше стало и тех, кто сдаёт физику, информатику, биологию и химию. Среди гуманитарных предметов популярны история, литература и общество знания. Ну а только что в Рособранадзоре завершился брифинг, посвящённый старту России единого госэкзамена. На прямой связи со студией наш корреспондент Михаил Федотов. Михаил, доброе утро! Вам слово. Ольга, здравствуйте. Я поправлю. Брифинг ещё продолжается. Его начало несколько завершилось. Но вот на проведение первого госэкзамена это никак не повлияло. В европейской части России он начался ровно в 10. Вот в эти минуты школьники извлекают из своих светлых голов всё, что помнят о школьном курсе литературы. А также вспоминают знания о морях, океанах, странах, континентах. Ну то есть пишут экзамен по географии. Всего 58 тысяч человек сегодня сели за парты для того, чтобы показать то, чем они научились за 11 лет в школе. Примечательно, что сегодня в социальный центр Рособранадзора был приглашён известный путешественник Матвей Шпаро. Он говорил о экзамене по географии. А также отметил, что сегодня экзамен по географии сдавала его дочь Вика. Я сам тоже сижу здесь и у меня пальцы крестиком, потому что сегодня в 10 утра моя старшая дочь Вика пошла сдавать географию. И я могу вам сказать, что с моей точки зрения, как родителя, ЕД становится год от года всё более и более честным по отношению к детям. Всего же в основной части, в основной волне ЕГЭ-2016 примут участие более 750 тысяч человек. Самыми массовыми экзаменами, разумеется, станут обязательные русский язык и математика. Например, чтобы получить аттестат по-русскому, нужно набрать в этом году 24 балла, а для поступления в ВУЗ 36. Ну и примечательно, что в этом году всё больше школьников начали выбирать для сдачи ЕГЭ точные науки. В 150 автоматизированных рабочих мест и почти 200 операторов одновременно здесь готовы принять и обработать более сотни обращений. Это техническое сердце единого госэкзамена. Именно Челябинский колл-центр обеспечивает поддержку видеонаблюдения за выпускниками по всей России. Самый частый вопрос, безусловно, это не трансляция камер, что необходимо для наблюдателей, чтобы они видели корректную работу наших учеников. Соответственно, это самый главный вопрос. Если возникают какие-либо проблемы с доступом к борталам, то мы же можем заявку оформить для проведения работ уже по заявке, чтобы доступ восстановили. Под наблюдением в этом году оказались 35 тысяч аудиторий. С помощью километров оптоволоконного кабеля картинка из каждого класса попадает на специальные серверы и затем в настоящем времени транслируется на сайт экзамена. Проект действительно уникальный. Одно нажатие клавиши позволяет увидеть, как заходят в аудиторию школьники в Уфе, Казани и Екатеринбурге. Или, например, как заканчивают отвечать на задания по географии и литературе ребята с Дальнего Востока. Система рассчитана на миллион двести одновременных просмотров и 60 тысяч одномоментных включений с каждой камеры. И, как уверяют специалисты, практически неуязвимо для хакерских атак. Кирилл Сладков, Андрей Снопиков, Елена Галеева и Геннадий Лагунов. Вести. Челябинск. Это был сюжет нашего СОПКОРа на Урале Кирилла Солодкова. Добавлю еще несколько слов о нововведениях по технической части. В этом году ЕГЭ будут сдавать под присмотром так называемых глушилок, которые будут блокировать сотовую связь в аудиториях, где будет проходить экзамен. Ольга. Михаил, спасибо. Михаил Федотов в прямом эфире из Москвы.